Очередной старт пернатой благотворительности. Регион присоединился к всероссийской акции «Покормите птиц». Традиционно участники должны разработать и изготовить оригинальную кормушку. В прошлом году заявок и самих работ было больше двух тысяч. В этот раз, чтобы избежать оврала, решено разделить конкурс на два этапа – отборочный и областной. Номинации тоже две – традиционные и эко-кормушки. Обычно для изготовления птичьих столовых используют картон или пластиковые бутылки. Кормушки из картона, очень часто изготавливают из различных пакетов из-под молока, коробок из-под сока. Они функционируют недолгое время – до первого дождя, сырого снега, сильного ветра. А потом они теряют свою функциональность и остается от них лишь мусор. Наиболее долговечные и безвредные – классические деревянные. И мусора не оставляют, и осадков не боятся. А вот модными считаются эко-кормушки из подручных съедобных материалов. В основе – раствор муки и воды, в который можно добавить кусочки сала, несоленые семечки, зерно, ягоды. Получается очень красиво и для птиц – настоящее лакомство. Важное условие членов жюри – функционал. Кормушка должна быть удобно пернатым. Хочется нам порадоваться и красотой исполнения этих кормушек, и, конечно, чтобы птицы привлекались к этим кормушкам, чтобы они не боялись, прилетали. Видели, что действительно кормушки сделаны для них, что они могут прилетать, пользоваться этими кормушками и набираться сил. В рамках акции участникам, среди них есть и дети, и взрослые, организаторы объясняют, что главная цель – практическое применение кормушек. Изготовить мало, важно повесить на улице и регулярно наполнять. Кормушка должна быть на открытом месте достаточно, чтобы ее птицы заметили, но при этом никаких отпугивающих факторов, таких, например, как собака или еще какие-нибудь животные, которые пугают птиц. Там дорогу очень близко отпугивает. Это не должно быть. В каждом муниципалитете выберут по три работы, сфотографируют и отправят в Иваново. Здесь итоги конкурса подведут традиционно в Международный день птиц – 1 апреля.